ребят всем привет с вами снова канал мастер полезнов и сегодня на квартире у знакомых попросили меня устранить щели на полу из ламината как я обычно устраняю подобные так сказать проблемы я не рекомендую ни в коем случае шпаклевать подобные вещи рекомендую подбить доски чтобы стык сошелся на место принципе делается это просто и сейчас покажу как это делать но для начала нам нужно чтобы нам подбить доски нам нужно выковырить весь шпаклевочный материал который сюда кто-то до нас забил что вот эти стыки были идеально чистые кроме того их нужно потом будет пропылесосить чтобы никакая мусорина внутрь не попала здесь вот видно что еще шпаклевка сохранилась каким-то образом она держится сразу понятна ошибка то есть замазывать вот таким вот образом на плавающих полах ламинатный пол у нас именно укладывается плавающим способом когда доски не крепятся к основанию собираются между собой только на замках так вот шпаклевать плавающие полы смысла нет никакого потому что доски подвижные и соответственно у нас рано или поздно любой шпаклевочный материал повылетает из щелей это как не крути это просто неизбежно вот эти щели все были зашпаклеваны и шпаклевка у них повылетала что принципе следовало ожидать вот таким образом мы шовчик расчистили теперь нам нужно не просто подвести пол а нам нужно обязательно пропылесосить данный шов потому что если какая-то мусорина попала внутрь когда мы будем доски подбивать мусорина нам не даст плотно доскам сойтись и у нас останется какой-нибудь зазор поэтому берем пылесос и все это дело пылесосим нам нужно иметь в виду что если вот в этом месте на торцах образовались щели то они образовались не просто так образовались они из-за того что в этих местах на торцах повреждены замки на ламинате соответственно если мы просто сделаем подбивку то щелка сто процентов у нас появится заново то есть она как она появилась в первый раз она появится и во второй и в третий раз то есть эту ситуацию не решает поэтому чтобы нам это сделать надолго и надежно один раз навсегда нам нужно склеить торцы двух досок между собой соответственно для этого мы должны перед подбивка щель загнать клей пва клей пва для этих целей очень хорошо подходит ну если клея профессионального нету столярного можно взять обычного такой вот канцелярский клей пва принципе он подходит и для дерева тоже вот написано для дерева бумаги картона еще раз напомню что ламинат это прессованный картон как бы его не называли мдф хдф это был картон и есть картон прессованная бумага чем хорош данный клей тем что у него вот такой вот удобный носик и соответственно с помощью данного носика мы можем нанести его дозированно чуть-чуть сколько нам нужно и не более того вот в этом месте видно что клея на него слишком много и вот с этого края тоже видно что клея слишком много эти излишки нужно будет убрать вот во всех остальных местах клея нанесено ровно столько сколько положено единственно нам нужно его разровнять разравнивать я его буду при помощи зубочистки так вот вот так вот должно быть при правильном нанесении клея то есть видно что клея и избытка клея нету и он нанесен в достаточном количестве вот теперь мы можем подбить и быть уверенными в том что шов у нас во первых сойдется до конца клей не будет ему мешать и во вторых соответственно он потом не разойдется потому что два торца склеится очень прочно между собой не забывайте что ламят это прессованный картон мдф хдф по-разному его называют но это картон а картон с помощью клея пва склеивается просто очень хорошо поэтому нужно никогда в этом месте не разойдется это точно чтобы подбить эту щель нам желательно снять принтус от ближайшей стены и с помощью вот такой вот пятки мы можем осуществить подбивку чтобы у нас эти доски сошлись в данном случае я вижу что ближайший плинтус находится вот он в проеме на балкон то есть мы можем его снять там и соответственно сделать сюда подбивку но сделать это можно не во всех случаях надо снять плинтус ну скажем так просто невозможно например чтобы подбить вот эту вот щель мне придется как минимум вытаскивать вот этот вот комод комод у людей полный сказали что он очень тяжелый желательно его не трогать ну поэтому трогать не будем я вам покажу другой способ как можно подбить щель не снимая плинтус от ближайшей стены сделать это к счастью тоже возможно и принципе очень легко если коротко то нам нужно соответственно одну доску зафиксировав ее жестко по второй доске нужно приложить усилия в горизонтальном направлении чтобы данная щель сошлась поэтому допустим на эту доску мы ставим какой-то груз чтобы она у нас не двигалась вместе с той доской которую мы будем подбивать а по этой доске мы должны приложить какое-то усилие которое сдвинет доску в этом направлении чтобы щель сошлась так способ номер один нам понадобятся вот такие вот стекольные домкраты они бывают разные но у меня вот такие вот ставим стекольный домкрат на ту доску которую мы будем подбивать соседнюю доску по направлению который мы будем двигаться мы и и должны чем-то пригрузить можно поставить груз либо может стать сюда напарник чтобы при подбивки когда мы будем доску подбивать у не двигалась вся конструкция вместе с соседней доской. Домкрат мы фиксируем и дальше мы делаем подбивку при помощи молотка через вот такой вот промежуточный брусок мы делаем подбивку по направлению к щели до тех пор пока щель у нас до конца не сойдется. К сожалению у нас не всегда бывает возможность воспользоваться данными домкратами, потому что к некоторым поверхностям присоска данных домкратов просто не липнет. Например если это брашированная поверхность к ней он просто не присосется. Поэтому в этом случае нам нужно искать другой способ. Иногда для того чтобы избавиться от щели нам достаточно просто приложить к усилия наших рук. Бывает это довольно часто, но не всегда это получается. Обычно приходим и пробуем руками вот так задвинуть доску. Очень часто доска просто сходится на место, но в данном случае конечно можно сдвинуть, но побережем наши ладони, потому что зачем бить ладонями, если есть у нас под рукой приспособа. Так нам потребуется скотч, обычный двухсторонний скотч, малярная двухсторонняя лента. Мы ее клеим на ту доску, которую мы будем подбивать и снимаем с нее защитную ленту. Я специально с собой вожу всегда вот такой вот брусок из массива дуба. Его мы приклеиваем на поверхность и опять-таки при помощи молотка мы осуществляем подбивку. Вот таким образом от щели мы избавились. Естественно, когда будете бить молотком, нужно помнить, что брусок вы приклеили на липкую ленту, он держится нежели забетонно и при воздействии молотка естественно он у вас будет скользить по этой липкой ленте, поэтому нужно его со всей силы прижимать рукой. со всей силы прижимаете его рукой и когда вы его стукаете, он неизбежно все равно уползает постепенно, поэтому вы его опять перемещаете и опять таким же образом вы за несколько заходов подбиваете данную щель. Вот такие швы должны все у вас получиться, если вы все подбили качественно. Ламинат этот уже он не новый, у людей он весь лежит уже около 12 лет, поэтому вот такие швы, если вам удастся после подбивки добиться вот такого вот качества, считайте, что работа ваша прошла очень успешно и хозяин будет доволен. Всем пока, если данное видео было полезно, подписывайтесь на канал, до новых встреч!